Это девятый этаж жилого дома, на который каждый день вынуждены подниматься люди. Пожилые граждане просто плачут от сложившейся ситуации. Лифт с 1 декабря здесь не работает. Жители девятого этажа, дома номер 22, на улице Зубковой, пенсионеры и молодые родители. У каждого из них есть свои причины для ежедневного пользования лифтом. К кардиологу через неделю ходим. Вера Алексеевна в сентябре этого года перенесла две операции на сердце после обширного инфаркта. Она очень благодарна врачам рязанского кардиодиспансера. Для поддержания своего здоровья ей необходимо раз в неделю ходить на обследование пешком. Ее соседка Татьяна Федоровна ранее перенесла инсульт. Жильцы не могут понять, почему все пять лифтов в доме выключены. По их словам, они исправно платят за квартиры, общедомовые нужды и делают взносы за капремонт. Причем не только лифты, но и крыши дома постоянно подводят. Верхние два этажа регулярно залиты водой. Многие из семей получили здесь квартиры еще в советские времена, как эти мужчины. Каждый из которых служил в авиации более четверти века. Люди военным, отдав родине стога, что они сейчас от нас делают? ЖЭО нам сказала, что этим вопросом должен был заниматься старший по дому. Но на это у него нет полномочий, он не юридическое лицо. Здесь должно было заявление писать ЖКО, наш ЖЭО, к которому мы относимся, и подать заявление, на основании которого нам должны провести бы лифт. Почему они это не сделали, непонятно. Неужели нельзя заранее, за три месяца, может даже больше, включиться в эту работу и потихоньку, постепенно как-то решать проблему с лифтом? Ведь можно вполне. Я считаю, что к нам, к людям, относятся безобразно. Главное снять, взять деньги. Аж потом, куда они пошли, мы не знаем. В подъездах висят различные объявления. На некоторых из них говорится о том, что диагностика лифтов должна была начаться еще 15 декабря. Однако до сих пор никаких вмешательств не было произведено. Граждане с советской закалкой не понимают, как можно так безалаберно относиться к оборудованию и людям, для которых оно предназначено. Я воду не покупаю домой, потому что поднять невозможно. Честное слово. И у меня с ребенком, например, нам к два годика мы с коляской даже, не можем выйти спокойно погулять. Я его жду до вечера, чтобы не спуститься с восьмого этажа. Кто-то ждет мужа домой, чтобы спустить коляску, другие просят детей сходить за продуктами. И все переживают о том, что в случае проблем со здоровьем, неработающие лифты создадут дополнительные препятствия врачам скорой помощи. Люди напуганы, истощены морально и физически. По словам жильцов дома, пока в управляющей компании на вопрос о лифтах только отшучиваются и просят звонить в другие инстанции. Нашей редакции вовсе не удалось дозвониться до управляющей компании. Телефонный номер постоянно занят. Единственная информация, которой обладают эти люди, заключается в том, что 28 декабря состоится общедомовое собрание, а решение о запуске лифтов будет принято только после 9 января. Такой подарок на Новый год не пожелаешь и врагу. Продолжение следует...